Девочки, добрый день! Сегодня я вам хочу рассказать, как же подобрать сеточку для лифа к фатинам. То есть фатин у нас предназначен именно для юбочек, а сеточка для лиф соответственно для лифа. Также эта сетка подходит для вышивки, для люниверской, либо для любого вида вышивки, то есть которой нужно запяливать в пяльце. Итак, первое на что нужно обратить внимание, это оттенок. Какой должен быть оттенок? Нужно смотреть на подгруппу. Если подгруппа фатина у нас светлая пастельная, соответственно нужно сеточку подбирать тоже пастельного светлого тона. Да, они могут немного регулироваться, то есть здесь немного голубого добавлено, допустим, здесь просто розовый, то есть разные оттенки. Но сетка, вот этот оттенок сетки все равно подходит к этой категории. Причем не волнуйтесь, если ваша сетка немного темнее, допустим, либо чуть-чуть в другой оттенок переходит. Это не страшно. Почему? Да потому что в густой сборке он смотрится гораздо насыщеннее, чем в один слой. То есть смотрите, один слой уже хорошо подходит хоть к такому цвету, хоть к такому. Видите? Главное, к чему может не подходить, это к теплым оттенкам. Допустим, вот представитель теплого оттенка, теплое с холодным не смотрится. То есть главное придерживайтесь правила, чтобы не сочетать теплое с холодным и не брать из разных подгрупп оттенки. То есть это яркая и пастельная. То есть к яркому тоже пастельный не подходит. Дальше. Давайте рассмотрим серый. Серая сеточка для лифа. Вот таким образом. То есть в свернутом виде она темнее, чем фатин. То есть можно ли брать такую сеточку для светлого фатина? Я думаю, что да. Потому что, опять же, в один слой она не такая темная, как в сборке. То есть на это обращайте внимание. Чтобы понять, подходит или нет, если вы находите в самом магазине, то есть подставляйте руку под один слой и понимаете, уже подходит или нет. То есть, да, такую маечку можно использовать для подобной юбочки. Что касается самих оттенков фатина. Смотрите. Это серый. Это стальной серый. Рядом с более теплым он смотрится, можно даже сказать, голубым. Этот светлый туап. То есть туап это где есть оттенки коричневого, но здесь они мало проявляются. Поэтому он тоже, такой фатин можно тоже отнести именно к серому. Но он немного теплее. Данная сеточка, делаем вывод, что сеточка подходит и для этого образца, и для этого тоже. Давайте покажу, как он смотрится в один слой. То есть вот, видите, не будет видно на теле, что он темнее или какого-то другого оттенка. То есть он подходит. Что же делать, если у нас еще более темный фатин, чем сетка, и отдает, допустим, синевой, как данный экземпляр. То есть сетка без синевы, а здесь идет синева. Какую сетку выбрать? Давайте посмотрим, подходит ли данная сеточка в один слой. То есть мы проверяем на один слой. В принципе, она может подойти, если будет вот в один слой, то прям вот явной такой резкой разницы, в общем-то, не будет. Конечно, прием, который позволяет любой из оттенков кружева либо фатина сочетать с телесным. Но телесные тоже разного оттенка бывают. То есть если телесный светлый, с розова, то он не подойдет под такую сеточку, то есть под такой фатин и кружева. Какой телесный тогда в таком случае нужно выбирать? Телесный нужно выбирать максимально темный, то есть такой с загаром. Но, опять же, рекомендую выбирать либо серый, либо на крайний случай вообще брать фатин и располагать его под левой, чтобы он не растягивался. Давайте перейдем к категории голубых оттенков. Голубой сеточки на рынке я не встречала. Именно светло-голубой есть яркие. То есть очень насыщенные, они, возможно, будут выбиваться. Что же использовать для голубых, если таких сеточек нет? Для голубых я порекомендую либо использовать белый, как это ни странно бы слышалось, либо светлый, максимально самый светлый, телесный. Давайте посмотрим. То есть вот белый. Когда один слой белого стоит рядом с голубым, он даже как-то оттеняет голубым. То есть клиент даже не поймет, что у вас белая сетка. Особенно если кружево будет располагаться по лифу. То есть белый рядом с голубым становится зрительно голубым. Давайте теперь рассмотрим оттенки телесного. То есть это телесный, который в гуще смотрится даже немного рыжим. Смотрите, как он выглядит. То есть вот подставляем. Его еле видно, что он какого-то другого оттенка. То есть когда светлый, светлые оттенки, именно бежево, он скрадывается. То есть вот этот основной цвет в густоте, он скрадывается. То же самое светлый Тауп. Здесь даже немного розовинки есть. И он тоже из категории телесный. Но рядом с голубым он как хамелеоница. То есть он вполне себе смотрится. Хотя в густоте, видите, да, что они практически, ну как бы, разные. То же самое. Также хочу показать, как же сочетать фатин с кружевом или шантилием. Шантилия голубое голубом рознь. То есть очень тяжело подобрать оттенок шантилий в том фатину. Видите, здесь есть оттенки бирюзова. И они, хотя и находятся в цветовой подгруппе голубых, они не смотрят в заряду. То есть здесь больше синевы, здесь немного как бы зелень отдает. Поэтому они делятся, не дружат с друг другом, не отталкивают друг друга. Но голубой-голубой, видите, как родной. То есть он смотрится на месте, как будто здесь и был. То же самое и здесь. Оттенок вроде бы сделена, то есть бирюзы. Но здесь их разделяет темный и нежный цвет. То есть здесь чистый, а здесь пастельный. И из-за этого они находятся в разных подгруппах цветовых и друг друга отталкивают. Но по шкале от светлого к темному они на разных полюсах. И это их разъединяет таким же образом. То есть здесь нужно подбирать кружево именно грязный такой, грязный пастельный из категории темных. Так как он из категории темных, ему может подойти именно телесный темный. То есть светлый, видите, не совсем подходит. То есть лучше брать именно темный. Переходим к бежевому. Это бежевый, достаточно бледный. То есть он не яркий, не с розовинкой. Прям такой крем. Видите, как хорошо подходит к золоту. Несмотря на то, что цвет достаточно скучный. Да, если бы он был один без каких-либо ярких моментов. Но он и предназначен для того, чтобы сочетать его с подобным кружевом. То есть с более нарядным, с более блестящим, с более каким-то таким блескучим. Поэтому именно для такого кружева он просто идеален. Видите, да? Но наряду с этим очень тяжело найти сеточку в тон для этого фатина, для этого кружева. Давайте посмотрим из того, что у меня есть в наличии. У меня есть в наличии два претендента на сочетание. Этот слишком розовый, этот тоже ярковат именно для этого фатина. Нужно подбирать такой более горчичный, лучше темный. Но давайте покажу все-таки, как он смотрится в один слой. В один слой, в принципе, он не особо выбивается. То есть такой цвет можно использовать. То есть, когда он густо, он почти оранжевый. Когда в один тон, ну да, глаз резать, в принципе, не будет. И более розовый тоже давайте глянем. То есть этот все-таки подходит больше, чем более светлый. Потому что он близится к белому, а этот максимально. Он немного ярче, но, в принципе, где-то близко. То есть подходит именно вот эта сеточка. Но есть и сеточки такие. То есть вам может повезти, и вы подберете сеточку прямо в то. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...